уважаемые раки всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 12 по 18 июля включительно что ждет вас в этот период информация общего характера расклад подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу расклад общий поэтому по каждой карте я стараюсь давать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит именно вам сегодня традиционно я буду рассматривать события этой неделе в общем работа карьера общий запас энергии основные кармические моменты которые вы проживаете возьмем для вас карту основного совета постараемся рассмотреть скрытые факторы что вам нужно знать заранее для того чтобы избежать каких-то острых моментов чем для вас эта неделя завершится и сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и ответит на ваш вопрос если вы хотите чтобы информации было больше то смотрите это второй прогноз как по солнечному знаку также и по сценденту колода готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания ставьте на паузу а я продолжаю итак ваша первая карта на начало этого периода уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению также в процессе я могу брать дополнительные карты у нас сегодня на столе еще есть две колоды это таро климта и оракул ленорман и так ваш расклад начинается с карты короля жезлов прекрасная карта для мужчин раков почему потому что она говорит о том что вы уверены в своих силах и в своих возможностях вы четко знаете чего вы хотите и как этого добиться многих из вас в особенности те кто в паре карта показывает как прекрасных семьянинов людей которые думают о своих близких о своем доме о своей семье и от своих обязательств вы не уходите многие из вас яркие спорщики люди которые умеют отстаивать свои интересы и убеждения новые интересны для других вы способны многое менять и контролировать в этом периоде если говорить о женщинах раках то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде имеет мужчина возможно огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно для кого-то это может быть ваш супруг друг коллега или хороший знакомый от которого что-то может зависеть и с этим человеком вы что-то обсуждаете обсуждаете ваши общие дела и дальнейший рост на фоновую карту на всю эту неделю для вас выпала карта старшего аркана императрица прекрасная карта для женщин и она говорит о том что да вы можете думать о неком мужчине от которого что-то вашей жизни зависит но вы и сами умница и красавица женщина которая способна расти и развиваться вы императрица вы хозяйка своей жизни по крайней мере в этом периоде нет никаких помех для того чтобы вы могли осуществить свои желания воплотить в жизнь какие-то важные для вас проекты и по этой карте вы будете помогать еще другим почему потому что вы умелой и правильной рукой контролируете и направляете свое ближайшее окружение это может быть и ваша семья и люди знакомые которые вас нуждаются женщина красивая и умная женщина которая успевает абсолютно везде и дома и на работе вы будете развиваться в вашей жизни не будет никакого застоя это уж точно и многое в этом периоде будет зависеть от ваших решений но такое чувство что здесь идет совет мужчины и женщины поэтому если смотрят меня женщины не игнорируйте мнение мужчины а если смотрят меня мужчины то много вашей жизни будет зависеть от женщины которая является для вас номером один это может быть супруга мать возлюбленная или важная особо из внешнего мира но если говорить о мужчинах благодаря женщине в чем-то вы также будете развиваться хотя вы и сами достаточно умные и талантливы сразу же перейдем в сердце вашего расклада эта карта может говорить о кармических моментах которые в данном периоде вы проживаете и основные моменты связаны с вашей работой снова тройка но младший аркан императрица также была по третьим номером это возможности это потенциал тройка жезлов это умение находить общий язык с другими людьми умение работать в команде умение договариваться эта карта предполагает любые варианты по работе которые вы будете рассматривать то есть и дополнительные возможности также могут быть однозначно вас кто-то заинтересован и вы также заинтересованы в ком-то эта карта может предполагать то что вы в этом периоде ждете для себя какую-то важную информацию важных известий возможно издалека для кого-то это даже известия из-за границы может быть у вас кем-то есть такое общение вы чего-то ждете но ваше ожидание будет оправдано по этой карте стоять на месте вы точно не будете и в вашей жизни будет относительно равновесия и баланс самое главное по этой карте не сидеть на месте а что-то делать так как эта карта показывает кармические моменты поэтому она говорит о том что вы должны общаться как можно с большим количеством людей сама эта карта предполагает альтернативные возможности и варианты в работе в делах в том что для вас на сегодняшний день важно и эта карта говорит о росте и для женщин и для мужчин давайте перейдем к нашим семейным парам а к этой карте мы с вами еще вернемся для семейных пар выпала карта старшего аркана влюбленных и карта 10 монет две хорошие карты десятка пентаклей предполагает стабильные заработки поступления денег в ваш дом безбедную жизнь возможность себе что-то позволить и также порадовать чем-то родных и близких эта карта может предполагать семейные праздники торжества просто отдых и поддержку ваших близких рядом с вами лично вы стоите перед каким-то жизненно важным выбором карта влюбленных может говорить о выборе в любви так как эта карта говорит сама за себя то есть возможно у вас есть какие-то сомнения по поводу вашей второй половиночки эта карта может предполагать треугольники или четырехугольники возможно этого и нет но вы можете ревновать свою вторую половинку и об этом думать но для кого-то эта карта может проиграться как то что вами все-таки кто-то интересуется и эта карта предполагает большие искушения ваши размышления если говорить о бытовых моментах то что касается дома семьи то здесь вы посовещавшись со своей второй половинкой также придете к единому верному решению но все-таки основные задачи за дом за семью берете на себя именно вы потому что на вас выпала карта старшего аркана и последнее слово будет за вами в любом случае отношения в доме развиваются любые покупки вложения в дом в семью будут благоприятными если вам предстоят семейные торжества а июль месяц для многих раков это месяц ваших дней рождения поэтому возможно кто-то из вас стоит перед выбором того как лучше провести свой праздник или как лучше его организовать но здесь ваши близкие поддержат вас буквально во всем карты очень хорошие и многих из вас ждут хорошие дорогие подарки давайте посмотрим что ждет наших свободных раков для вас выпала карта шестерки монет карта девятки мечей и карта рыцаря чаш шестерка монет конечно же говорит о том что для вас важны рабочие моменты заработки вложения для вас важно чтобы ваши деньги были активны чтобы они работали на вас вы думаете о том чтобы во что-то их вкладывать эта карта может предполагать любое сотрудничество содружества с другими людьми когда вы пытаетесь договариваться что-то решаете в делах и в работе для тех у кого есть основная занятость в общем то дела идут неплохо но по девятке мечей из-за чего-то вы огорчаетесь это ваши внутренние страхи подавленность тяжелые размышления о вашей собственной жизни как будто бы вы на себе несете какое-то бремя или чувство вины вам кажется что вы кому-то недостаточно помогаете либо что-то недостаточно хорошо делаете но у вас не должно быть никаких угрызнений совести я не вижу ни в чем вашей вины таков ход судьбы и при том эта карта говорит о ваших внутренних страхах и о том что ситуацию изменить возможно да проблемы существуют и для кого-то эта карта может показывать родовые сложности моменты связаны с вашим домом с вашими близкими но по рыцарю чаш вас ждут в этом периоде также какие-то и благоприятные известия возможность отдохнуть расслабиться эта карта человека друга и для мужчин и для женщин это мужская карта то есть известия благоприятные к вам поступают от мужского лица для женщин эта карта может показывать возлюбленного человека который пытается за вами ухаживать если вы на сегодняшний день с кем-то встречаетесь для женщин информация мужчина заинтересован в этих отношениях но вас почему-то очень угнетает ваше финансовое положение возможно для того чтобы создать новую семью вы в чем-то для себя видите помехи или препятствия тем самым себя накручиваете но ваше счастье где-то рядом с вами даже если вы еще одиноки карта рыцаря чаш предполагает знакомства встречи свидания близость интим и радость в моменте поэтому многие из вас могут отдохнуть в работе тоже будут какие-то положительные известия для кого-то карта рыцаря чаш может предполагать дороги связаны с отдыхом и возможность переключить свое сознание чего-то негативного на что-то приятно и хорошее и ваше настроение будет выравниваться даже если в делах в бизнесе вы пытаетесь куда-то вкладывать деньги возможно затруднения кто-то вам здесь будет помогать придет важная информация не стоит отчаиваться все не так уж плохо тем более что в центре вашего расклада в его сердце выпала тройка жезлов эта карта развития и на фон этой неделе также выпадала троечка карта развития в женском лице в лице императрицы поэтому мужчинам в чем-то помогает женщина а женщина мужчина давайте посмотрим на скрытые факторы на ближайшую неделю полторы о чем вам нужно знать для того чтобы избежать каких-то острых моментов для вас выпала карта пятерки жезлов карта старшего аркана силы и карта четверки жезлов карта пятерки жезлов предполагает борьбу то что вы можете быть втянуты в любого рода конфликты в том числе и в доме и в семье с кем-то могут быть выяснения отношений такое чувство что кто-то вас сознательно провоцирует на выяснения отношений но по карте силы вы должны показать свой характер уметь поставить тех людей которые делают вам нервы на место но вы должны делать это красиво и мудро не уподобляться действиям тех людей которые вас провоцируют хотя я вижу что вам очень тяжело контролировать свои эмоции вы тоже с пылу жару можете сказать все что угодно но потом все-таки вы возвращаетесь к своей мудрости вы стараетесь прислушаться к сами к себе пытаетесь выровнять ситуацию это мудрые последовательные действия но очень уверенные поэтому многие вопросы вы сможете все-таки стабилизировать будь то дом работа или внешний мир карта четверки жезлов все-таки для многих из вас предполагает семейные праздники в отношении вот этих семейных торжеств могут быть любого рода помехи вам могут завидовать вас могут обсуждать если вы знаете в лицо своих врагов то все-таки поставьте их на место кто-то из родных и близких все-таки нуждаются в вашей помощи и кому-то вот эту помощь вы также должны будете оказать в триаде этих карт основной картой выступает все-таки карта силы а эта карта противодействия поэтому имейте характер и все у вас получится скрытые факторы мы рассмотрели теперь вернемся в дом ваших денег в сферу долгов кредитов финансирования и в этот дом для вас выпала карта восьмерки пентаклей эта карта говорит о том что у тех у кого есть основная занятость у вас будут очень хорошие доходы вы как будто бы постоянно оттащиваете свое мастерство в работе и в делах поэтому заказы будут предложения будут вы действительно интересны другим людям возможность совмещать работу и учебу кто-то по этой карте готов вкладываться в свое образование и вы на правильном пути если смотрит меня те кто не работает вообще по этой карте у вас могут быть дополнительные источники доходов без денег вы точно не будете даже сидя дома вы можете быть чем-то увлечены вы постоянно находите себе занятия и постоянно трудитесь особо не ожидая от кого-то помощи это может быть работа на дому работа не выходя из дома если у вас есть долги или кредиты вы успешно сможете их закрыть если кто-то должен вам то частями возможно не сразу вам деньги все-таки будут отдавать и на внешний мир для вас выпала карта пожар жезлов но рядышком с ней выпала сама собой двоечка чаш я ее также оставила в вашем раскладе это говорит о том что во внешнем мире также будет кто-то тот кто вас поддерживает это человек единомышленник человек друг это кто-то из противоположного пола потому что здесь мы видим союз мужчины и женщины великолепные карты для встреч для свиданий для близости для романтики и для тех кого волнует личная жизнь все это у вас может быть но и для всех остальных карты очень хорошие они показывают то что благодаря вашему умению общаться использовать свой внутренний потенциал в вашей жизни все будет хорошо у тех у кого есть дети дети взрослые или подростки вас также могут порадовать чем-то ваши дети и я вижу что вы готовы их всячески поддерживать возьмем также дополнительные карты для тех кто имеет основную работу и для тех кто в поиске для тех у кого есть основная занятость как и говорилось рост и возможности есть но на дополнение для вас выпала карта старшего аркана отшельника она может говорить о том что по поводу чего-то у вас могут быть затруднения в чем-то вы сомневаетесь и скорее всего вам понадобится чья-то подсказка или чей-то совет в делах такое впечатление что вы постоянно в духовном поиске работе вы отдаетесь полностью во что-то вы уходите с головой но в какой-то момент вы забываете о своем отдыхе о своем здоровье и вообще обо всем поэтому нужно думать и о отдыхе и о том чтобы на что-то переключаться даже если в этом периоде возникнут любого рода сложности карта отшельника предполагает то что рядом с вами есть человек духовный наставник или человек старший или в чем-то более опытный чем вы который даст вам нужные и правильные советы и если вы что-то начали развивать что-то делать при первых трудностях не опускайте руки помощь придет эта карта вашего внутреннего мира умение концентрироваться на том что для вас важно это поиск информации это совершенствование и умение пользоваться уже накопленным опытом и давайте возьмем карту для тех кто в поиске работы для вас выпала карта старшего аркана юстиции как подсказка эта карта говорит о том что вам нужно искать работу официальную на сегодняшний день да это сложно кто-то посмеется скажет что это невозможно но невозможное становится возможным если мы сами этого хотим и карта юстиции предполагает то что если вы хотите найти работу хорошую в соответствии со своим интеллектом и знаниями возможно вам придется еще немножечко подождать но у вас будет выбор об этом говорила тройка жезлов вы должны подать свои резюме в разные организации и поверьте что вас многие будут рассматривать во многие могут дать положительный ответ но здесь ожидания время связи с трудоустройством вам нужно будет делать еще какие-то бумаги документы разговор с официальными лицами это может быть теми людьми которые вас будут оценивать проверка ваших аналитических способностей то есть эта карта может предполагать любые собеседования и ожидания но работу найти вы сможете давайте возьмем карту основного совета и для женщин и для мужчин и для вас выпала карта верховной жрицы прекрасная карта для женщин потому что она говорит о том что ваша интуиция вас не подводит вы мудрые вы умные вы осторожны вы проницательны вы как сканер сканируете всех людей как рентген и вы видите кто есть кто кто перед вами чего от кого ждать прислушивайтесь к своему внутреннему голосу не делайте то чего вы не хотите не идите против самой себя не идите вопреки своим желаниям эта карта может показывать двойственность в отношении чего-то для вас важного возможно вы что-то хотите ускорить но эта карта предполагает то что нельзя торопиться эта карта высших сил и того что пока какая-то информация от вас скрыта вы планируете свое будущее но карта предполагает то что что-то будет развиваться вне зависимости ваших желаний и вне зависимости от ваших планов никто не говорит что в худшую сторону для мужчин в чем-то помощницей или подсказчицей станет женщина эта женщина как духовный проводник женщина учитель женщина гуру для кого-то это может быть мать для кого-то это просто женщина учительница для кого-то возможно это даже женщина врач поэтому если у вас есть в планах какие-то обследования обязательно их пройдите и не пытайтесь ускорить ход событий эта карта предполагает ваши собственные тайны это что о чем-то для вас важно пока не стоит рассказывать многим что-то должно оставаться в тайне и если вы храните чьи-то секреты продолжайте их бережно хранить для того чтобы не навредить себе и тем людям которые чем-то с вами поделились великолепная карта для саморазвития самопознания в особенности для женщин поэтому если вы увлекаетесь философией эзотерикой в чем-то пытаетесь получать для себя дополнительное образование конечно же развивайтесь у вас по этой карте еще все впереди и умейте пользоваться уже накопленными знаниями и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта королевы жезлов это уверенно да для женщин эта карта говорит о том что многое будет зависеть от вашей инициативы от вашего умения пользоваться своим ближайшим окружением от вашей хитрости сноровки умения себя преподнести умения увлечь своими идеями а для мужчин эта карта говорит о том что желаемое вы получите с помощью женской особы скорее всего семейной дамы для кого-то это может быть ваша собственная супруга если смотрят меня свободные раки те кто еще не в браке не в отношениях на вашу жизнь может влиять какая-то семейная пара и от этих людей по прежнему вашей жизни что-то зависит если смотрят меня семейные пары то хочу сказать вам о том что вы должны прислушиваться к мнению друг друга давайте посмотрим чем же для вас завершится именно эта неделя на завершение этого периода для вас выпала восьмерка мечей она говорит о том что какие-то сложности по прежнему остаются вы как будто бы пока что-то не способны поменять но на совет для вас выпадала карта верховной жрицы которая говорит о том что прислушайтесь к своему внутреннему голосу и в чем-то не торопитесь давайте возьмем еще три дополнительные карты что вам нужно знать еще в этом периоде информация и для женщин и для мужчин карта ребенка карта метлы и карта сердечко тем кому предстоят новые начинания отдых творческие проекты здесь вас ждет много суеты и хлопот у тех у кого есть детки или внуки это также переживания и хлопоты из-за ваших детей или внуков в чем-то могут быть разногласия во мнениях по метле это воспитание вашего ребенка карты могут показывать ситуацию кнута и пряника где-то вы должны по-прежнему проявлять безмятежную любовь в отношении ребенка но где-то должна быть и строгость но где-то должна быть и строгость карта метлы предполагает нам нравоучения воспитательную работу но все это должно быть в корректной форме так чтобы не унижать достоинства своего ребенка и таким образом в доме и в отношениях вы наведете порядок и карта сердечко конечно же говорит о том что есть взаимное притяжение с вашими детьми для тех кого волнуют новые проекты личные отношения карты могут показывать о противоречиях вашей душе о каких-то сложностях но все это вы сможете решить поговорив с теми людьми которые вас любят карта вальта червей это карта любви эта карта хлопот но в то же время которые закончатся благоприятно а карта ребенка это также карта вальта но в данном случае этого лет пик поэтому хлопот и суеты мелкого характера будет очень много ну что-то вы сможете привести в порядок и возьмем также дополнительную карту и для женщин и для мужчин как карты совета для женщин выпала карта солнышко эта карта праздника отдыха ваших собственных амбиций реализации если для вас что-то важно идите за своей мечтой но эта карта может показывать и ваше большое окружение тех людей которые вас любят на которых вы можете рассчитывать также карта многих из вас призывает к тому чтобы вы попытались отдохнуть расслабиться набраться сил и потом снова браться за текущие дела но уже с новыми силами и карта совета для мужчин эта карта гроба эта карта не стоит бояться этой карты она предполагает то что есть какие-то сложности что-то решить вам трудно скорее всего это какая-то старая проблема которая не дает вам покоя из-за чего-то вы очень выстрадали уже и страдаете до сих пор но что-то по этой карте также разрешится произвольным путем эта карта может предполагать то что рядом кто-то есть болеющие в особенности если это старшее поколение для мужчин эта карта говорит о том что вам что-то нужно суметь отпустить что-то старое и болезненно и только тогда в вашу жизнь войдет что-то новое уважаемые раки таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была важной или полезной помните о том что каждую неделю у нас есть свежие недельные прогнозы в которых я вас всех буду ждать всем удачи на всю предстоящую неделю и до свидания